Здравствуйте дорогие подписчики радиостанции Рады Музыки, дорогие слушатели, уважаемые подписчики газеты Дальневосточный Комсомольск, канала ДВК Медиа. В студии сегодня Ярослав Напасников с экспериментом. Мы любим эксперименты на нашей радиостанции. Вы знаете прекрасно, что обычно мы в студию приглашаем музыкантов, которые посещают наш город, будь то местные музыканты с Дальнего Востока, будь то заезжие гастролеры из Москвы и далее. Сегодня у нас музыкант в студии, но поскольку мы не можем музыкантов пригласить с музыкальными инструментами сюда, сегодня исключение. Сегодня музыкант с музыкальным инструментом, точнее с диджейским пультом. Добро пожаловать Артем Кие. Артем, добрый день. Долго вы мучивали на самом деле вот эту встречу. Я все-таки надеюсь вот сейчас прямо перед камерами, что Артем мне пообещает, что ну хотя бы к концу года, скажем так, где-то к сентябрю подкасты наши дальневосточные лоу-фай и челлаут музыки появятся на нашей радиостанции. Да, будем стараться. Будем стараться, замечательно. Ну а мы сегодня будем разговаривать о том, как становятся диджеями, потому что у нас в ротации, вы знаете, по воскресеньям диджей из Минска, диджей Элина Караваева, входит в топ-100 промо-диджей. Планируется подкаст также в субботу танцевальной музыки, но пока в планах. Ну а и вот с Артемом тоже планируется. Артем, я как бы крутился в клубной тусовке в свое время. Ваня Пульс у нас, Рома Гришанин иногда поигрывал чего-то там, помню, в тридцатке было дело. Но это все больше прогрессив, дэнс-хаус, транс-хаус, какая-то такая реально клубная музыка, под которую вот ноги сами опускаются в пляс, там R&B. Как вообще, почему чилл-аут, почему лоу-фай? Это модно-популярно? Ну, выбрал чилл-аут, потому что это мало где используется, получается. Хотел что-то внести такое нестандартное, потому что сейчас в основном идет на EDM опора. Я думаю, как-то разнообразить это чилл-аутом, потому что спокойная мелодичная музыка. Скажем так, спокойная мелодичная, вообще лоу-фай и чилл-аут я бы отнес как раз к стилю IDM, то есть интеллигент с дэнс-мюзик, потому что это все-таки больше уклон в какие-то джазовые вещи, в какие-то офигительную мелодичность вообще в принципе. Лоу-фай, чилл-аут, да, это музыка для релаксации, релакс-мюзик так называемая. Тем людям, кто первый раз коснулся этого, объясняя. То есть это музыка, под которую очень хорошо расслабляться, делать какую-то работу рутинную, скажем, которая не напрягает, в ней нет текста. Все это дело, собственно говоря, сдобрено шикарными битами. Вот нам сейчас, Артем, примерно какой-нибудь трек сможешь сделать, чтобы слушатели, зрители увидели все это дело? Как это делается? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот музыка. Тем, а скажи, пожалуйста, многие считают, ну, скажем так, музыканты, да, которые играют на живых инструментах, ну, по крайней мере, я сталкивался с такими людьми, не знаю, как многие-немногие, но многие из того окружения, с которым я сталкивался, что вот это не музыка. Вообще, я вот сейчас смотрю кнопочки, блин, там столько кнопочек елопало, как во всем этом разобраться. Как приходят в диджеинг? Вообще, с чего начинается все это? У тебя есть музыкальное образование? Нет. У меня все это с детства, у меня музыкальный слух с детства, потому что всегда, ну, как бы, реклама, не реклама, а музыкальная. Как это... Так как реклама связана с... Ну, вообще, с самого детства, я так скажу. Джинглы рекламные. Да, типа... Ты их писал? Нет. Слушал? Да, я просто слушал, получается, вот, с чего все начиналось вообще все. То, что слушал музыку, ритм, не ритм, потом как-то спустя годы этот ритм, получается, вырабатывался, можно так сказать, музыкальный. Потом начал первую музыку слушать. Слушал, слушал, слушал. Очень много. Большой музыкальный вкус у меня был. А что, вот именно электронщина? Да, в основном электронщина, да. Потому что, ну, как-то, не знаю, родился в таком периоде, что все такое электронное. Я тоже слушал в начале 90-х Саманту Фокс, но почему-то перешел на Айрон Майден. Что-то во мне сломалось. Ну, и вот, в принципе, и постепенно-постепенно думаю, вот, почему бы не стать диджеем, как бы, пошел, получается, вот, увидел у Ромы, получается, одинцова, то, что он открывает свою школу диджейнга. Все-таки школа какая-то нужна? Да, конечно, конечно. Там мы обучаемся. И вот он в тот период, когда он открыл, я думаю, почему бы и нет. У него как раз в мюзикбоксе проходила тусовка. Как раз его выпускники, получается, выступали. Я посмотрел, почему бы и самому бы не попробовать. Желание-то было. Я пришел на тусовку, посмотрел, как это все происходит. Поговорил с Ромой. Я хочу. У меня есть желание, стремление. Я хочу. Вон, все, без проблем. Ну, еще помимо того, что хочу, наверное, умею. Нет, на тот момент я не умел. Я не умел. Так. То есть хочу учиться. Да, я хочу учиться. Я хочу попробовать стать диджеем. И он думает, ну, давай. Не вопрос. Договорились о времени, и все. Началось мое обучение, получается. Сколько это по времени обучения? Год, два? Да нет. Где-то месяца три у меня вышло на все. Ну, у меня, конечно, не все, конечно, получилось в первый раз. Все это шло поэтапно, поэтапно, поэтапно. И потом как-то вот все это автоматизировалось, получается. То есть за три месяца, друзья, можно выучиться на диджея, если есть музыкальный слух и музыкальный вкус. И потом просто войти в топ-100 промо-диджей. Кстати говоря, вот в промо-диджей ты... Нет, я не зарегистрировал. Вот прям специально? Ну, я как... Или не хочешь просто узнать, а на какое бы место тебе поставить? Ты не рейтинговый человек? Не знаю. Мне еще... Просто я еще не начинал в этом все. Я так, для себя, можно так сказать, пока нет. Но если есть желание, я так понимаю, есть и амбиции. Ну, конечно. То есть пока не рискуешь? Ну, пока у меня, да. Особо времени на это нет. Так бы у меня всю работу занимает. Ну, все, получается, всю мою деятельность музыкальную. Все работа. В основном у меня работа основная. Поэтому вот нахожу время, стараюсь, делаю. Мы все любители, друзья. Мы все здесь любители, абсолютно. Тема, самое вот интересное. Вышел ты в зал, да? Первый раз. Понятно, что мандраж. Да, да. Понятно, что не все получилось. Это было дальнейшее, конечно. Я просто сравниваю это, друзья, с театральной деятельностью. Первый раз я вышел на подмостки ДК авиастроителей. У меня не все получилось. Мне режиссер из кулис Ирины Николаевны подсказывал текст. Потому что я просто напрочь его забыл. Работа с текстом... И у меня желание не отбило. Ну, до этого я еще занимался в школьном театре, да? Я понимаю, да, я понимаю. Но желание не отбило. Ну, конечно. То есть захотелось продолжить, захотелось совершенствоваться. На кого равняешься? Мне просто, Артем, вот с чего все началось. Почему интервью, да? Он буквально две недели назад заслал мне очередной лоу-фай трек. Свой часовой, который, да, на подкаст тут готовится. И, друзья, во-первых, я услышал там Deep Forest. Во-вторых, я услышал там замечательного музыканта Амон Тобина, который написал, наверное, не один саундтрек к ни одной игре, начиная от Splinter Cell, заканчивая там, я не знаю, не топовыми играми, да, не ААА проектами. Но на кого ориентируешься? Или ты не хочешь быть похожим ни на кого? Вообще, как в электронной музыке, можно быть на кого-то похожим? Я думаю, что нет, это зависит именно строго от тебя, как бы. Ты, какую подачу ты делаешь, как это сделать красиво, получается. Это ты сам, 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 только сам. То есть... Как на кого-то опираться? Если на кого-то опираться, ты будешь просто копией этого человека, и всё. Поэтому это не ценится. То есть, я к чему подвожу, да? Вот та музыка, которую играют диджеи, неважно в каком жанре, начиная там от танцевального трансхауса, заканчивая чилаутами, лоу-фаем, это оттуда? Да, да. Это всё индивидуально. То есть вот то, что ты сейчас переживаешь, то, в каком состоянии настроения ты находишься, это всё... Это всё передаётся в музыку, это всё передаётся в музыку, да, это идёт слияние, получается. Ты сливаешься с музыкой и делаешь это. Так, хорошо. А как вот это вот всё получается? Мне просто интересно. Вот играет трек... Это какие-то кусочки, ты собираешься это покусуть? Ты сам это пишешь, где-то что-то находишь? Просто, получается, есть определённые жанры, по ним ориентируешься, слушаешь, какие-то подборки есть, где-то чарты какие-то. И из этого по чуть-чуть, по чуть-чуть ты вытаскиваешь то, что тебе нравится, и начинаешь это сводить, получается. И получается одна большая картина. Получается опора идёт, получается, либо на удары, ну, в основном на удары, на квадраты. Квадрат с квадратом сходится, и получается. И дальше ты уже работаешь руками, с частотами, с верхними, со средними, с нижними. И всё. Как бы... Мне просто интересно. Можно я подойду? Пожалуйста. Мне интересно, что происходит вот здесь сейчас? Сейчас играем трек. Так. То есть это вот те самые кусочки? Да, да. То есть они, да. Сводим их. С другим кусочком выводим его. Получается, идёт работа со средними частотами. И уже... Тут как. Уже идёт на нижнюю частоту. Так, замечательно. Нет, я передумал, друзья. Я не буду крутить, я ничего там не понимаю. Это не Хэнк. У нас был человек из Хабаровска, который привозил Хэнги с Сашемастером. Он сам их куёт, сам делает. Там проще, да? Там какая-то вот одна октава, и все эти вот ноты в одной октаве находятся, ты чё-то там играешь. А тут вообще ничего не понятно. Там много кнопочек. Я не рискну. Хорошо. Много нюансов. Да. Ты говорил, да, по поводу того, что вечеринка была в музыкбоксе своего рода. Батл, скажем, да? Диджейский. Так это называется? Ну, не батл, просто это даже как... Это даже не батл. Сводный отчет на концерт. Это просто, да, это считай, ну, как выпускной. Выпускной. Вот вообще у нас, у нас в городе, касаясь клубной культуры, я прихожу в Music Box, я вижу тебя, да, вижу там ещё кого-то. Вижу заезжих ребят, да, приезжали к нам? Да, бывает такое. Почему у нас, у нас один клуб, что ли, вот, и всё? Ну, даже не знаю. Это не реклама, друзья, Music Box, это вопрос непонимания, вообще клубная культура. Для меня был шок. Я работал в Самаре в 2003 году и сюда приехал летом в 2003. Как раз попал в череду выпускных экзаменов девятых, одиннадцатых классов. Прихожу на одну из танцплощадок, играет Верка Сердючка. Ну, я пацанам говорю, поставьте вот, формация Питера, были такие сборники в своё время, в начале нулевых, формация Питера, сборник лучших диджеев электронной музыки, там, от прогрессива до того же Чиллаута. Я говорю, он прям первый трек стекает, бабац, и такая танцплощадка Малышник, просто рассосалась. То есть, всё, они не понимают этой музыки, у них Верка Сердючка в голове, или группа Ленинград, я не знаю, вот под это они танцуют, а под это нет, они даже не знают, как двигаться под это. Всё, в основном упор идёт на коммерции, в основном такие электронные, электронные сейчас никто особо не играет. Я помню, у нас в тех же самых, да, начале нулевых, конец нулевых, вроде как процветало вот это движение, Иван Пульс, тот же самый, насколько уда, Рома Гришанин, крутили, что-то там в тридцатке вот, Сашина были, прям, было шикарно, куда всё это и почему. В основном, они стали переходить в такие тусовки, как переходить более в андеграунд, более в андеграунд, то, что на каких-то на заброшках такая атмосфера. Ну да, я помню, был у нас там где-то. Такой рейв, чисто, чисто рейв. И вот такое есть, ну как бы, даже не знаю, как объяснить, есть свои последователи этой музыки. Хорошо, вот, вас последователи, сейчас на вскидку, если просто, примерно, сколько тысячи молодёжи готовы ломануться вот на такой рейв-фестиваль? Я даже, даже не знаю, если, я даже затрудняюсь, наверное, даже ответить по такой, потому что, я смогу... 100-200 человек набрать. Да, да, дай бог, конечно. Вопрос, который задаю всем музыкантам в этой студии, в данном случае, не жив ли рок-н-ролл, а насколько жива электронная музыка в, скажем так, на Дальнем Востоке, давай вот так ориентироваться. Жива ли? Я просто ориентируюсь на Элину Караваеву, на её подкаст, да, танцевальный, и в Минске там толпы просто собирает. Ну вот... Я вообще говорю про Беларусь. Западная часть России, она очень, как бы, можно так сказать, очень развита в этой сфере. Вот на твой взгляд, почему такая... что народу не хватает? На мой взгляд. Что народу не хватает? Почему он не может... Это какой-то другой нужен уровень... Что-то переключить в голове нужно? Ну, я думаю, просто надо начать. Надо начать слушать такую музыку, попробовать хотя бы. По поводу начать. Вот прямо сейчас в эфире рекомендую, кого слушать. Или это... Нужно сидеть и ковыряться? Ну, конечно. Это же... Ну, как... Это надо искать свое что-то. В общем, друзья, пробуйте, пробуйте. Самое главное, пробуйте. Хаос, не хаос. Направлений много. В хаосе несколько направлений. Прогрессив. Слушайте нашу радиостанцию по воскресеньям. В 0 часов, в 5 утра, в 11 дня, в 6 вечера, в 22. Подкаст Ильины Караваевой. I love EDM. Найдете много интересного. Замечательный музыкант, кстати говоря. У меня обращение ко всем местным диджеям, кто находится в городе Комсомольске. Друзья, мы вот тут подумали, а не сделать ли нам что-то типа как раз батла в нашей студии, поскольку живых музыкантов мы пригласить не можем, посадить сюда ударника, потому что сбежится весь квартал, да? Здание старое все-таки. А вот такую электронную музыку, вплоть до танцевальной, любые эксперименты, почему бы и нет. Так что, друзья, пишите там в комментариях, кто согласен, кто готов. Вот у нас есть один диджей, сюда поставим второго. Я буду ведущим. Буду раздавать медали. Медали накупим обязательно. Вот. Пишите в комментариях, обязательно, готовы ли вы участвовать, есть ли у вас аппаратура и в какие сроки, скажем там, в какие дни вы можете уделить время для вот такой съемки, интервью и батла соответственно. Ну, а нам, Артем, сейчас что-нибудь такое танцевальное. А то вот сидит наш оператор, скучает и говорит, давайте что-нибудь живенькое. Послушаем что-нибудь живенькое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Меня как-то спросили на одном из мероприятий в городе Комсомольске Вообще, неужели музыка это социальное явление? Вот доказательства! Музыка это социальное явление, особенно та, которая творится здесь и сейчас Для меня электроника сродни джазу, сродни каким-то сейшинам, когда вот сейчас музыканты собрались, пусть это один музыкант, но опять же он обслушал терабайты музыки, выбрал оттуда самое лучшее на его взгляд Предложил вам, хотите, ешьте, хотите, нет, как говорится, да, но у нас не в тренде рок-н-ролл, хотя очень много команд, заслуживающих внимания У нас не в тренде клубная музыка, опять же таки вспоминая музыкантов, с которыми я общался, почему популярен сейчас рэп? Посмотри на союз мюзик, на паблик особенно фонтактов Рэп-рэп-рэп-рэп-рэп-рэп-рэп-рэп-рэп-рэп Да, да Потому что платят деньги, вот человек, который не зарабатывает денег, вот сидит представитель радиостанции, который не зарабатывает денег, беря в ротацию таких людей, которые не зарабатывают денег Но это интересно, друзья, вы просто попробуйте в это углубиться, действительно интересно Артему огромных успехов Артему не уезжать постановили пленумом развивать здесь клубняк друзья еще раз напоминаю кто хочет вот такие совершенно провести здесь в редакции двк медиа на площадке опять же такие обязательно слышно прозвучат в каком-то формате мы придумаем в каком формате на площадке радиостанции рады музыки успехов творческих достижений не знаю как у вас там говорят спасибо но примерно так да артем кие у нас был студии друзья слушайте хорошую музыку подписывайтесь ставьте лайки поддерживайте местных дальневосточных музыкантов не важно что они играют любая музыка это честное искусство всем добра а